Всем привет, меня зовут Кирилл Филатов, если вы еще не знаете, как меня зовут. Сегодня, наконец-то, долгожданный рум-тур, который я вам обещал на протяжении, наверное, месяца целого, если не больше. Немногие люди начинают рум-тур снаружи, потому что, знаете, сразу можно вычислить, где ты живешь, ломиться, я не знаю, изнасиловать. В принципе, я не против. Мало людей меня знают в Америке, смогут найти. Ну, окей, этот билдинг очень новый, он открылся примерно осенью прошлой, то есть ему еще даже года нет. Когда я заезжал, я был тринадцатым человеком. Вот здесь вот непаханное поле, я так предполагаю, что здесь откроют парковку, а за ним в скором времени тоже, очень надеюсь, после пандемии откроют торговый центр, который еще пока что строится. Так что очень даже тут глухари. Пойдемте. Здесь у нас заезд на нашу резидентскую парковку, а здесь на главной улице находится парковка для гостей, либо для каких-то служб. Еще первые этажи здесь пока что ремонтируются под магазины, еще не открыты, так что увидим в скором времени что-то. Вот это главный холл, вход. Сюда можно попасть либо по магнитному ключу, либо по интеркому. Очень интересная схема, ты набираешь номер квартиры, в которую вы хотите попасть, звоните, и этот звонок приходит на телефон проживальца, если так можно выразиться. Ну вот уже флаг тут уронили какой-то. У нас лизинг-офис здесь находится, куда вы приходите оформлять договор, либо приносите оплату. Это главный холл такой небольшой, и вот тут комната mailroom со всей почтой. То есть вам не нужно ходить на почту, вашу почту принесут вниз вашего дома. Здесь вот мелкие посылки и почт, письма, а сюда уже такие крупные бандерольки, или если вам там, я не знаю, привезли, грубо говоря, пылесос. Это очень удобно, потому что почтовикам, как это, почтальонам, да, по-русски, им не приходится, не нужно подниматься наверх постоянно, в каждой квартире. Они просто приходят сюда и оставляют посылки здесь. Причем сюда приходит и почта США, и Амазон, и Федикс, и все-все-все почтовые службы. У них есть специальный ключ, они могут зайти именно в это помещение. Тут можно самому прийти, если у вас есть небольшое письмо, вы просто высовываете в эту ячейку, оттуда их забирают почтальоны и уносят на почту. То есть если у вас некрупный бандероль, то вы можете письмо отправить здесь. Ну, а теперь поднимаемся наверх, на вот этом прекрасном двухстороннем лифте. Блюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты. Двери лифта с этой стороны есть и с другой. На этой стороне апарта, на той стороне гараж. Поехали. На самом деле, по меркам Нью-Йорка, это реально хороший лифт. Те, кто тут жил, так вот. Вот тут выход уже на парковку. И потом сюда мы заходим в апарты. Вот такой вот коридорчик, как в отеле. У нас это система тепла и так далее, регуляции. В общем, есть такое чувство, что ты находишься в отеле, особенно с учетом вот этого коврика. То есть здесь пристелен и такие длинные хусы к коридорам. Мама, давайте заходим. Вот, в некоторых видео вы видели уже по отдельности, но целиком сегодня только увидим. Вот у нас здесь закрывается на щеколочку и на цепочку. Ребята, прикиньте, ребята, я думал, что это российское такое ноу-хау. Тут свет, прям, можно включить, что мне очень нравится. Прям при самом входе. То есть не надо идти в комнату, там грязную. И огнетушитель, да? Необычненько, ну окей. Во, я переключился на широкоугольную камеру. Сейчас будет вообще супер, все видно. Сразу при входе мы попадаем в гардероб. На самом деле, вы видите, что у меня не очень много вещей. И я от этого очень кайфую. Я стал в Америке таким мобильным. А еще, смотрите, ложечка. Это вообще просто жемчужина моего гардероба. Потому что немногие американцы вообще знают, что такое существует. Это, во-первых, почти никто не знает. А у русских не у всех, конечно, есть. И поэтому это большая редкость увидеть ложку в доме. И я просто кайфую, что как минимум хотя бы она у меня есть. Когда ко мне приходят гости, я просто говорю, у тебя ложка нужна, возьми. Окей. Электрощиток. Вот сразу мы здесь видим мою кухонку. Это такое, получается, пространство для приготовки. А это бар, где я сижу, кушаю, работаю. Стандартный холодильник с морозильной камерой. Льдом, печечка. В принципе, вот это все уже шло в комплекте с апартментом. То есть, это уже построено, поскольку апартмент сдается. Да и вообще, в принципе, все американские апартменты имеют уже, как минимум, холодильник с плитой и раковиной и вот этими, я не знаю, как это по-русски, кабинетами, да, апплайенс. И некоторых optional включается еще свчпечь и посудомоечная машина. Вообще, кайфую от посудомоечной машины. Я теперь вообще не представляю, как без нее жить. Я вот во всех местах в Америке, где жил, везде были посудомойки. Я просто не представляю, что я буду делать без нее. Ну, в принципе, у меня тут посуда сушится. У меня еще также куча посуды здесь. Сейчас посудомойки. И вот тут мои любимые контейнера для моего педигри и биокормов. А здесь у нас мусорка с обычным мусором. И здесь я делаю, ну, господи, пластиковые отходы отдельно. Перейдем у нас в такую вливинг-зону. Немножечко сделаем кружочек небольшой. Посмотрим вверх на мою прекрасную люстру. Посмотрим на кухню издалека. И продвинемся в святая святых. Конечно же, нет, нет. Вот этот терморегулятор. Это и кондиционер. Это и отопление. Тут выставляется все в фаренгейтах. Но, к сожалению, нету настроек у нас. Кто там проявляется в зеркале для Цельсия? Но, знаете, уже немножечко привыкаешь. Это отопление все подается вот через вот такие вытяжки, вентиляции в потолке. Их у меня, по-моему, три или четыре по всей квартире. Заходим все-таки в святая святых. Это ванная-туалет. Раньше я думал... О, привет, это я. Раньше я думал, что это круто, наверное, иметь отдельный туалет, отдельную ванну. Сейчас я с этим полностью не согласен. Потому что это очень удобно на самом деле. Я теперь не хочу себе покупать квартиру с отдельным самым злом. Большое зеркало. Это огромный плюс. Вообще обожаю. Давайте сразу оглянемся, что у нас есть здесь. Святая святых. Во всех ваннах США, ну, практически, да, которые сдаются в лизинг, уже присутствует, естественно, унитаз. Вот такое вот что-то под ракомельница. Зеркала очень часто висят, практически всегда, ну, естественно, освещение. И, пожалуй, все. Ну, ванна, да. А, еще вот такие вот штучки для перила, для полотенец и для туалетной бумаги. Они тоже уже изначально присутствуют и встроены, чтобы вы не ломали никаких стен. Окей, вот эта шторка, эту шторку я покупал сам. Это Икея. Вообще обожаю Икея. И у меня, наконец-таки, сбылась моя мечта. Все-таки у меня, наверное, 95% всего, что находится в этой квартире, купленных из Икеи. И это просто реально была моя мечта еще с детства, чтобы вся мебель была из Икеи. А у меня сейчас не только вся мебель из Икеи, но еще и, знаете, всякие там, ну, что, ну, так, полотенчики и так далее. Такие, знаете, мелкие приспособления для удобства. Обожаю свою вообще ванную. Кроме единственного момента, что, как и во всех местах проживания в Америке, в основном вот такие встроенные душевые лейки, которые направляются только сверху. То есть ты можешь поливаться только так. Нет, короче, шланга, это огромненький минусик. Но уже за долгое время, в принципе, привык. Закрываем. Ну, я думаю, уже вы, надеюсь, разглядели, да, что у меня тут. Тут туалет, тут встроенное биде, если вы не заметили, это очень вообще кайфовая, полезная вещь. Я считаю, что каждый туалет вообще должен уже по умолчанию оборудоваться таким встроенным биде. Это вообще крутяк. Там гидромассаж, ты кайфуешь, кончаешь прямо на туалете. Всем советую. Самое главное вообще сокровищница, наверное. Потому что это у Андре. У Андре это у нас стирка. Значит, это бэк для вещей грязных. Здесь, собственно, стиралка и сушилка наверху. Объясню, почему это круто. Потому что просто-напросто большинство американцев, живущих в крупных городах, вынуждены стирать свои вещи в ландроматах. То есть, если вам нужно постирать, вы будете собирать вот такой мешок, копить его и потом в один прекрасный день идти, относить эти вещи в стирку, ждать, пока не простираются и так далее. И тому очень скучно и неподобное. Выключаем свет, переходим обратно. И видим прекрасный вид вообще из окна просто на горы. Это кайфуха. Как вы помните, я недавно устанавливал стриплайт по периметру. И это очень круто смотрится ночью. Кровать. Тоже святая святая. Знаете, у меня тут все святая святых, потому что я реально обожаю свою квартиру. Я однажды сижу вот здесь вот, в этом месте. Смотрю в окно и думаю, блин. Так это же квартира из моих представлений, из моей мечты, когда я хотел вот такое же большое панорамное окно во всю стену. Вот это окно, не во всю стену. Но минуточку, смотрите, когда я представлял, какую я хочу себе квартиру, у меня в голове была картинка. И в этой картинке окно было напротив кровати, как здесь. И если мы вот сюда отклонимся, то поймем, что кровать перегораживает низ под окном. И это как раз таки получается, что неважно, было ли оно панорамным или нет, это именно картинка, визуализация сбылась. Это все очень круто. Пастель тоже из Икеи. Сама кровать тоже из Икеи. Ну, в общем, просто обожаю. Ой, это моя пальмочка любимая. Пуся моя. Конечно же, без дизайнерского решения не обошлось. Белый, черный и серый. И вот на кухне тоже эта гамма повторяется. И мой ноутбук. Обожаю его все. Пуся моя. У меня и в Москве был такой стеллаж только черный. И здесь я тоже перетащил свои привычки. Уже то, что устаканилось жизни и решил сюда с комфортом ее поместить. И вообще кайфую. Конечно же, бросилась в глаза вот эта штуковина. Это называется увлажнитель воздуха. Поскольку у нас центральное отопление, то воздух очень сушится. И увлажнитель охрененно помогает. Вообще всем советую приобрести увлажнитель. Нормы должно быть от 40 до 60. Вот, мне тут показывают сейчас 52. Завораживающий вид. Можно смотреть бесконечно. Шкафчики с одеждой. Вот, чтобы вы поверили мне. Я вам просто покажу. Рандомный шкафчик с одеждой. Опс. Ну и переходим еще к одной. Святая святых. Я, наверное, здесь вы уже меня простите за эту избитую фразу. Но это так и есть. Я обожаю зеркала. Вы можете догадаться, почему. Это несложно сказать. Реально, они очень классные. Особенно, когда ты лежишь на кровати. Да, это классное большое зеркало. Но это не все. Это зеркало с секретиком. Если мы посмотрим сюда. У меня здесь висят вещи. И на самом деле это просто решение века. Я вам отвечаю. Вы что-то одели, поносили. И вам нужно потом куда-то сбагать. Реально, меня спасает катастрофически. У меня теперь всегда порядок. У меня нету вещей разбросанных по квартире. Ну и вот здесь у нас утилити.ру. Я постоянно удивляюсь, когда мне люди говорят, что это очень маленькая квартира. С учетом того, что это студия, это 476 квадратных футов. Что равняется примерно 44 квадратных метра. Так что, знаете, ребятки, для Нью-Йорка это очень даже круто. Ну и пойдем еще посмотрим напоследок крышу и парковку. Приезжаем на последний уровень на лифте. И видим вот такой бокс. Какой-то, знаете, предбанничек рил. Вот это крыша по совместительству паркинг. У нас очень много паркинга в этом билдинге. Он также еще предназначен для соседних домов, которые хотят здесь арендовать парковку. Ну а мы идем на специальную людскую, так сказать, крышу для человеческих утех. И вот так выглядит наша суперская веранда на этой крыше. Сейчас лето будет. Сюда поставят еще всякие гамаки, грили. И я надеюсь, вот сюда поставят какую-нибудь джакузю. Мне очень нравятся здесь виды. Вот эти вот потрясающие холмы, на которые у меня разворачивается вид из окна. И также там протекает река. Обожаю вообще место. И вот это солнце светит сегодня. Прям повезло для видео. Давайте пройдемся по матчасти. Все это удовольствие в месяц стоит почти полторы тысячи долларов. Также в эту стоимость не входит ЖКХ, а коммунальные услуги. То есть это газ, за счет которого нагревается горячая вода, холодная вода, бесплатная. И электричество, за счет которого отопливается воздух или кондиционируется летом. На этом у меня все. Если у вас еще остались вопросы, напишите мне в комментарии, я вам отвечу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте мне палец вверх. И наконец-таки уже подпишитесь, потому что, ну, крутые же видео выходят. И еще будут выходить, чтобы ничего не пропустить. Можете даже нажать колокольчик, чтобы вам пришло персональное уведомление от Кирилла Филатова. Все, давайте всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok